Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Новости ОТО. Новости ОТО. Восемь школ планируют открыть в крае. В этом году еще десять начнут строить в следующем. В приоритете крупные города. Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир. Строительство образовательных учреждений на территории края – это основной вопрос планерного совещания у губернатора. Вениамин Кондратьев отмечает, в прошлом году Кубань побила рекорд по количеству первых классов, их было 21 в школе московского микрорайона. Такое количество обусловлено тем, что школа в микрорайоне одна. Губернатор в очередной раз отмечает, строить надо комплексно, чтобы были не только дома, но и соцобъекты. В Семукраю сейчас к коллегам обращаюсь. Вы когда даете разрешение на средство на жилой дом, то примерно прикидывайте хотя бы примерно. Вот если этот дом будет заселен и какое-то количество детей будет в каждой квартире находиться, вот они в какой детский садик пойдут и в какую школу. Тогда пойдете понимать со всей ответственностью, давать разрешение или не давать. В любом случае, то есть сегодня землю вы по-любому резервируете для школ, проекты по-любому вы готовите. Вопрос, когда начнется средство школ, я вам поручаю приоритет расставить. Но то, что мы начнем средство школ по всему краю и построим, это однозначно. Это однозначно. Поэтому от вас в любом варианте земля и темовой проект, который будет к этой земле привязан. Губернатор также отметил, что нужно не только строить новые школы, но и приводить в порядок уже существующие. В этом году на ремонт образовательных учреждений край выделит 32 миллиона рублей. Более полумиллиарда рублей выделено на благоустройство почти 100 сочинских дорог. Капитальный ремонт будет проведен в два этапа. Первый стартовал в начале марта и завершится к лету. Как ведется работа и какие улицы первые на очереди, обсудил Анатолий Пахомов с руководителем департамента городского транспорта. Подробности у Татьяны Говорковой. Колодная зима оставила на асфальтовом покрытии курорта немало ям. Чтобы отремонтировать улицы своими силами, муниципалитету потребовалось бы несколько лет. Существенную материальную поддержку оказал край. В этом году, по моему ходатайству, губернатор Краснодарского края, Денин Иванович Кондратьев, выделил 580 миллионов рублей на капитальный ремонт наших дорог. Мы более 96 улиц города должны в этом году отремонтировать. Жители давно нам сигнализировали о том, что именно внутриквартальные улицы в городе и в селах особенно у нас в ненадлежащем виде. Какая работа проводится и когда мы все-таки ее завершим в полном объеме? На первый этап у нас уже краем выделены деньги. Это сумма 251 миллион с учетом денег с нашего городского бюджета. В первом этапе у нас получается 46 улиц. Причем я хочу подчеркнуть, что это ремонт именно улиц полностью. То есть не ямочные, не как-то частями, а то есть улица, дорожное полотно у нас будет полностью новое. Следующий этап капитального ремонта начнется во втором полугодии. Список улиц уже размещен на сайте мэрии. Что же касается ямочного обновления дорог, то на эти цели из городского бюджета выделено дополнительно 36 миллионов рублей. Работы ведутся уже на протяжении трех недель. Сейчас началось асфальтирование и завершится ремонт до 20 апреля. Ямы закроют в том числе и на шести дорогах, ведущих кладбищем. В дни Пасхи увеличат и количество общественного транспорта. Те кладбища, где у нас ходит наш транспорт маршрутный, то есть мы там усилим эту работу, будет больше автобусов. И те кладбища, где у нас нет маршрутных автобусов, безусловно, автобусы тоже будут как бы поданы. Эту работу мы уже, в принципе, провели. И по ремонту уже ведем. Вопрос капитального и ямочного ремонта городских дорог Анатолий Пахомов взял под личный контроль. Через две недели мэр проинспектирует каждый объект дорожной карты. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочинские активисты показали себя в Анапе. Там прошел третий форум органов территориального самоуправления. В рамках тематических секций участники обсудили взаимодействие органов ТОС с депутатами, роль молодежи в развитии территориального общественного самоуправления и многие другие вопросы. В завершении форума сочинская делегация оставила соседу-курорту свой зеленый подарок. В каждом муниципалитете органы ТОС играют важную роль в системе местного самоуправления. Председатели квартальных и домовых комитетов конструктивно взаимодействуют с депутатами и сотрудниками администрации по общественным вопросам, помогают в организации мероприятий. Значительную помощь органы ТОС оказывают в благоустройстве. В период, когда курорты готовятся к высокому сезону, поддержка активистов особенно необходима. Об этом шла речь на секциях третьего ежегодного форума с представителями территориальных органов самоуправления. Делегацию из Сочи представляли 25 ТОСов, признанных лучшими по итогу городского конкурса. На форум они приехали в рамках соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между курортами Кубани. Прежде всего общение людей, которые организовывают местное самоуправление на территории. Их положительный опыт, обмен. Не только вы у нас берете положительное. Я тоже недавно прошелся, помню устье реки Сочи в том виде, в котором оно было 20 лет назад. И с удивлением увидел то, что сделано сейчас. Конечно, это пример для подражания, наверное, не только Анапы, а и всей страны. Глава Анапы подчеркнул, что форум призван стать площадкой не только по обмену опытом работы, но и способствовать росту интереса населения к деятельности органов ТОС. К примеру, работа сочинских активистов по проверке чердаков и подвала в целях безопасности заинтересовала общественников со всего края. По статистике, из 17 тысяч зарегистрированных в России органов ТОС, около 6 тысяч расположены на Кубани. В знак солидарности и дальнейшего плодотворного сотрудничества руководители ТОСов Анапы и Сочи заложили аллею дружбы в одном из скверов поселка Суворов-Черкески. Летний сезон 2017 не за горами. Насколько городские пляжи готовы к приему первых отдыхающих и какие работы осталось еще выполнить? Эти и другие вопросы собственники и арендаторы пляжей обсудили с городскими властями на совещании по подготовке к курортному сезону. Сегодня Сочи – круглогодичный курорт, на территории которого проводится масса спортивных и развлекательных мероприятий. Поэтому качество отдыха должно быть на высоком уровне. Подготовка к началу пляжного сезона – главная тема встречи. В 2016 году на территории Сочи отдохнуло 6,5 миллионов туристов. В этот летний сезон городские власти позиции сдавать не намерены. У нас нет вариантов сегодня. Нет вариантов. Особенно в этот год, еще и фестиваль молодежи. И вообще все эти событийные мероприятия, они круглый год дают нам хорошего такого гостя, который платит деньги для бизнеса. Но он и очень привередлив. Этот гость и этот турист, он приехал оттуда. К началу летнего сезона все городские пляжи, а их 191, должны привести к принятым стандартам. А инфраструктура соответствует единому архитектурному облику. Появятся дополнительные раздевалки и душевые кабины. Основные работы по благоустройству пляжных территорий завершены. Однако и проблемы еще остались. Одна из самых наболевших тем – это наличие бесплатных туалетов. Пока не на всех пляжах они есть. А если даже и есть, то платные. Поэтому городские власти всех собственников пляжных территорий обязали установить бесплатные туалетные комнаты. Нужно определить место возле сувениров, или там где-то стоянка, или с другой стороны. Это должно быть конкретно. И так, как он сказал, у нас будет. Что такое будет? Это вот есть определенное место. Отдельной темой обсуждения стал пляж в районе Красного штурма. Неоднократно то закрывали, то снова открывали путь к морю для туристов и их личного транспорта. Сейчас никаких преград для посещения этого участка побережья нет. Впрочем, и условий для комфортного отдыха там тоже немного. Попытки облагородить территорию и открыть на Красном штурме успешный бизнес были. Но до реализации проекта дело не дошло. Глава города предложил местным предпринимателям взять пляж во временное пользование и навести там порядок. И почему не отдать тот пляж и местным предпринимателям? Есть, пусть кредиты возьмут. Кто умеет ибиться? Сделайте нормальный пляж. И зарабатывайте. Обсудили на совещании вопросы безопасности на воде. Традиционно в сезон на всех пляжах будут работать спасатели. Закроют проход на технические зоны. Под особый контроль возьмут и продавцов-нелегалов, чтобы минимизировать случай отравления некачественной пищей. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В реке Сочи утонул молодой рыбак. По информации родственников, парень ловил рыбу в русле и в какой-то момент не удержался и упал в бурлящий поток под перекатом реки. До приезда спасатели окружающие пытались искать пропавшего своими силами. Одна группа спасателей вела поиск в самом месте происшествия. Другая спускалась ниже по течению. Сначала удалось найти только одежду молодого человека. В течение нескольких часов спасатели искали пропавшего в месте его падения. Очевидцы подтверждали, что парень не выплывал на поверхность. Спасатели обследовали русло всеми возможными способами, в том числе и с помощью квадрокоптера, но безрезультатно. Было решено привлечь к поиску водолазов. Спасатели установили освещение и организовали двойную страховку. Глубина небольшая, но поиск осложнялся быстрым течением, поэтому видимость была почти нулевая. Тем не менее, погибший был обнаружен. Спасатели транспортировали тело 26-летнего сочинца на берег и передали сотрудникам следственных органов. К другим новостям. Во вторник, 4 апреля, воды не будет в части Адлерского района. Причина – плановый ремонт на водоводе в поселке Мирный. С 9 до 20 часов без холодного водоснабжения останутся котельная номер 27 и частный сектор на улицах Кленовая, Староохотничья, Ружейная, Кувшинок, Перелетная, Казачья, Хуторская, Тростниковая, Камышовая, в переулках Березовы, Пихтовы, Марсовы и Ивовы. Реализацию партийных проектов обсудили на заседании Сочинского отделения «Единой России». Большинство программ успешно притворены в жизнь, остальные готовы к исполнению. Десятки акций, разработанных единороссами, стартуют в преддверии Дня Победы. В основном проекты партии – социальные и инфраструктурные – отмечают единороссы. Сегодня акцент на особую категорию горожан. Это участники и ветераны Великой Отечественной войны. Все до единого наши участники Великой Отечественной войны, участники фронта получат путевки, все и жены участников получат путевки по желанию своему на оздоровление в наших санаториях. А также узники канцлагерей, желающие получить бесплатное оздоровление, обращайтесь в советы ветеранов. Кроме этого, молодогвардейцы, наша юнармия, в данном случае сейчас юнармия, это практически вся наша молодежь, пойдут по нашим семьям ветеранов, участников войны и оказывают помощь. Один из главных проектов «Единой России» – историческая память, в рамках которого к 9 мая будут отремонтированы все памятники Победы в Сочи. И вообще к 72-й годовщине Победы на курорте пройдет масса новых и, что важно, креативных проектов. Такую задачу перед организаторами поставил Анатолий Пахомов. Он уверен, молодежь для участия в патриотических мероприятиях нужно заинтересовать. Говоря об успешно реализованных проектах, подвели итоги работы народного контроля, членами которого являются волонтеры, общественники и единороссы. Активисты регулярно проводят мониторинг цен на медикаменты, тарифы ЖКХ и продукты. Стоимость последних в определенных магазинах заметно поменялась, отмечают инспекторы. А еще под контролем местного отделения партии «Единая Россия» – самострои, мусорные свалки и даже автохлам. Положительные результаты показывает и городская программа «Я люблю Сочи» – проект партии, в который активно включилась сочинская общественная организация «Лига женщин. Мост добра». Одобрили на полицовете и совсем новую инициативу секретаря партии. В микрорайоне Макаренко скоро появится парк культуры и отдыха. Место для реализации нового проекта по просьбе мэра подобрала Людмила Шестак – общественный советник городоначальника. Правоустанавливающие документы на данную территорию все имеются. Это зеленая зона Р-2, зеленая зона общего пользования. Главой города издано постановление об изменении вида разрешенного использования данной территории на сквер. Так что все документы на освоение данного участка как сквер имеются. Вот такие планы у нас в городе имеются. Я думаю, что поэтапно мы тут сотворим хорошее место отдыха. Парк получится большой и даже сложный партерного типа. Здесь несколько выходов, масса тропинок, дорожек и спусков. Отсюда можно попасть на Пластунскую. Проект этот, скажем, уже практически готов. И, честно говоря, уже мои коллеги по партии «Единая Россия» приступили в некотором плане к его исполнению. То есть уже готовятся эти земельные участки, имеется в виду очищаются. Там много работы. И поэтому весь апрель месяц наши единороссы активно подключаются и принимают активное участие в строительстве этого парка. Это будет начало хорошего, прекрасного дела, прекрасного партийного проекта. Тропинки, а вернее целый Теренкур здесь появится уже в начале лета. Ольга Десятого, Инга Габешия, Демид Даниловский, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. 1 апреля традиционно начинается весенняя призывная комиссия вооруженной силы. Сегодня в Сочинском военкомате уже выстроилась очередь из призывников. Но этой весной в армию призовут только 220 человек. Город у нас не миллионик, поэтому количество призывников определенно небольшое. Конечно, медкомиссию проходят в разы больше. 1300 человек в эти дни приглашены на медицинскую комиссию призывную. В этом году по новым требованиям председателем призывной комиссии должен быть либо глава города, либо его заместитель. И еще с нынешнего года у студентов среднеспециальных учебных заведений есть возможность завершить учебу. Ранее их забирали независимо от учебы в 20 лет. Число уклонистов в последние годы на порядок уменьшилось. Юноши понимают, насколько сложно потом устроиться на работу без военного билета. Все чаще и чаще к нам приходят ребята, которые до 27 лет не получали отсрочку и где-то скрывались. Приходят теперь к нам. Мы с ними проводим мероприятия, связанные с тем вопросом, чтобы получить им документы. И все чаще появляются ребята, которые получают не военный билет, а справку. Установлено на образца, в которой стоит запись. Не служил в российской армии, не имея на то законных оснований. Эти люди, конечно, не ожидают этого. Они очень сильно расстраиваются. Активному интересу к службе способствует несколько причин. И служить всего год. И условия стали лучше. К тому же чаще всего сочинцы остаются на службе в Южном военном округе. В Краснодаре завершился краевой конкурс «Педагог-психолог Кубани-2017». Самым успешным педагогом-психологом края признан сочинец Роман Амельченко, сотрудник Центра дополнительного образования детей «Ориентир». Сегодня победитель принимал поздравления в администрации города. Профессиональное мастерство педагогов-психологов оценивали члены жюри в рамках муниципального этапа краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани-2017». Право представлять город в регионе получил тогда сотрудник Центра дополнительного образования «Ориентир». 44 участника уже в краевой столице боролись за звание лучшего в своей области. Успешно прошел профессиональное испытание и стал победителем сочинец Роман Амельченко. Это новый уровень развития моих профессиональных навыков, это новый виток там, чтобы расти и совершенствоваться. И, конечно, я горжусь и понимаю, какая на мне теперь ответственность, чтобы представлять весь Краснодарский край уже, не только город Сочи, на Всероссийском конкурсе педагогов-психологов. В течение 10 лет именно столько проводится конкурс профессионального мастерства педагоги-психологи Сочи успешно представляли наш город. У нас традиционно психологическая служба хорошо развивается в городе Сочи, мы ей уделяем особое внимание. Мы сегодня очень рады победе Романа Амельченко, потому что это не просто замечательный его карьерный рост. Это всегда и точка притяжения всех остальных психологов. Есть на кого равняться, они проводят мастер-классы, они делятся своими знаниями, и это важно в целом для системы. В октябре в Сочи пройдет Всероссийский психологический форум обучения, воспитания и развития, в рамках которого и проведут завершающий этап конкурса «Педагог-психолог-2017». 2 апреля объявлено Всемирным днем распространения информации об аутизме. В Сочи проживают около 150 таких детей. Они обучаются как в условиях инклюзивного, так и в системе специального коррекционного образования. Впервые реализация проекта инклюзивного обучения началась два года назад в 8-й гимназии. Дружелюбный и активный Антон Назаров, как и его сверстники, смело отвечает у доски и выполняет все задания учителя. Единственное отличие в том, что за партой он сидит вместе с тьютором. Анна Тимошенко сопровождает Антона и на уроках, и на переменах. Помогает ему включиться в образовательную программу и в общество. В самом начале у ребенка были проблемные поведения, и нужно было просто с этим поработать. Нужно было время, чтобы скорректировать его нахождение в классе, адаптировать, и в принципе все получилось. В прошлом году в системе образования Сочи были добавлены 22 ставки тьюторов. Ведется активная работа и по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми-аутистами. Но особое место в комплексе работ с ментальными инвалидами занимают общественные организации. Их на курорте пять. Руководитель Центра инклюзивного развития на своем опыте знает, как трудно приходится родителям включить своих детей в социум и дать им хорошее образование. Поэтому два года назад Надежда вышла с предложением к директору 8-й гимназии внедрить инклюзивное обучение. Эта среда заставляет и помогает ребенку расти и развиваться такими активными темпами, какими мы просто не можем даже мечтать. И я считаю, что всем, во всяком случае, большинству деток с расстройством аутического спектра, с другими особенностями развития, будет очень полезно такое включение в общеобразовательную среду. В Сочи проживают 149 детей с расстройствами аутического спектра. В детсадах обучаются 35 таких малышей, в школах 27. 73 ребенка с ментальной инвалидностью – воспитанники второй школы-интерната. Эту тему держим на контроле. Вот глава города Анатолий Николаевич Пахомов буквально на днях был в новом центре, который отремонтировали за бюджетные средства. Этот центр, который будет находиться на Макаренко-24, будет работать со всеми семьями, где растут дети с расстройством аутического спектра. И мы со всеми общественными организациями находим к ним, ко всем подход. И они все выступают во взаимодействии и участвуют во всех наших диалоговых площадках для того, чтобы все время нарабатывать новые перспективы. Администрации Край разработана концепция развития системы комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутического спектра, чтобы помимо образования дети могли проходить реабилитацию через спорт и культуру, а также получать качественную медицинскую помощь. Сочинские власти намерены развивать эту тему и уже активно работают над конкретными предложениями. Кстати, уже в июне на базе Сочинского государственного университета будет открыт ресурсный центр. Он станет клинической площадкой для изучения и решения проблем по социализации детей с расстройствами аутического спектра. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. Продолжаем. Веселые и находчивые студенты Международного инновационного университета. 1 апреля отметили, как и положено, с улыбкой смеяться. Ребята заставили и своих преподавателей. На сцену университета вышли лучшие команды КВН ВУЗа. Праздник прошел под девизом «Смех без причин» и признак хорошего настроения. Настроить зал на мажорную ноту доверили четырем командам. Команде КВН Департамента молодежной политики МИУ «Делай как надо», сборной МИУ «Наши интеллигенты» и двум командам Академического колледжа. Это «Грибы» и «Оттенки студентов». Ребята представляли адлерские и мамайские корпуса. В роли жюри преподаватели. На оценки профессора не скупились. Номера действительно были комическими, а шутки остроумными и забавными. «Делай меня! Года сюда дома! О жене ты должен думать о нем в футболе! Делай меня!» Такое мероприятие КВН стало уже традицией в нашем университете. Студенты всегда с радостью собирают команды и придумывают шутки. Они, находясь на сцене, не только поднимают настроение зрителям, но и сами развивают такие навыки, как умение держаться на сцене и работать командой. В своих номерах КВНщики Международного инновационного университета пародировали звезд, но не забывали пошутить и над собой. Комплексов в КВН быть не должно, подчеркивают юмористы. Сюжеты некоторых номеров можно брать на вооружение. К примеру, команда КВН «Как надо» продемонстрировала, как завоевать девушку, которую ничем не удивить. На самом деле все гораздо проще. Возможность играть в КВН, а также регулярно выступать на сцене, демонстрировать свои таланты, в том числе вокальные, танцевальные и ораторские, студентам только на пользу отмечают сами ребята. Все это им придают уверенности в своих силах. Хочется поблагодарить ректора Международного инновационного университета Берлаву Галину Алексеевну и весь преподавательский состав за то, что они дают нам качественные знания. Они нам дают стать не только хорошими профессионалами своего дела, но и развивают нас творчески. Порадовала преподавателей разминка. Здесь студенты также показали свое остроумие. По итогам же трех номеров переходящий кубок КВН Международного инновационного университета достался сборной МИУ «Наши интеллигенты». Остальные веселые и находчивые получили награды за креативный юмор и творческий талант. Следующая, 1 апреля, студенты МИУ настроены отмечать уже в составе городской лиги КВН. Галина Моисеевин, Гагабеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Более двух с половиной тысяч бегунов вышли на старт сочинского полумарафона. Традиционный забег состоялся накануне на трассе «Сочи-автодрома». Участники состязались на двух дистанциях – 5,5 километров и 21 километр 100 метров. Первый забег прошел только по гоночной трассе, второй – и по автодрому, и по улицам Олимпийской деревни. В соревнованиях смогли принять участие все желающие от 14 лет. Это не только сочинцы, но и жители других регионов, которые специально приехали на курорт для участия в забеге. В итоге победу одержал атлет Ринас Ахмадеев, установивший новый рекорд соревнований. На финише он показал 1 час 3 минуты 48 секунд. За это время, напомню, он пробежал более 21 километра. Вторым и третьим призерами сочинского полумарафона стали неоднократный чемпион России в марафоне и победитель национального чемпионата 2015 года в полумарафоне Федор Шутов и победитель московского марафона прошлого года Артем Алексеев. Среди женщин лучшей с личным рекордом оказалась специалист в беге на средней дистанции Светлана Карамашева. Ее результат – 1 час 14 минуты 51 секунда. Их ударом может позавидовать любой мальчишка. Сегодня юных спортсменок, воспитанниц спортшколы номер 9 и их тренеров с победой поздравила начальник городского управления по образованию и науке Ольга Медведева. Торжественные приемы, награждение юниорок, участниц краевых российских соревнований по боксу и их тренеров не случайно. Три сочники благодаря упорным тренировкам вышли в финал первенства России и стали призерами. В итоге их пригласили в команду Краснодарского края и сборную страны. Мы же занимаемся спортом массовым, прививаем здоровый образ жизни. Спорт высших достижений – это больше, конечно, прерогатива Департамента физкультуры и спорта. Поэтому это особенно ценно для наших тренеров и для наших спортсменок. Бокс – не совсем женский вид спорта, однако и здесь наши девчонки молодцы в первых рядах. Занимаются боксом они около трех лет. Каждый день по два часа. И результат не заставил себя ждать. Буквально после этой встречи Карина улетела в Москву на допинг-тестирование, а потом в Кисловодск на двухнедельные сборы. Там и определится, сможет ли Соченко представлять страну на чемпионате Европы в начале июня после контрольных спаррингов. Перед боем я всегда слушаю музыку и представляю, как я буду боксировать. Не смотрю на ринг. Самое главное – хорошо показать себя. Главное, чтобы бой был красивый. А там уже судьи сами решат, отдать победу или нет. Мне просто понравилось. Все стало очень интересно. Смотрела, как парни боксируют в ринге и желание проявлялось тоже боксировать. Девчонок, желающих заниматься силовыми видами спорта, с каждым годом становится больше. То ли влияние фильма «Малышка на миллион» про девушку-боксера, то ли школьницы хотят быть более сильными, уверенными и независимыми. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». И в завершение информация от партнеров программы. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все наши новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...